Добрый день! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы будем готовить домашний грильяж. Это отличное украшение для тортов, капкейков или же как самостоятельная сладость. Для этого нам понадобится кастрюлька с толстым дном. В нее мы высыпаем сахар и ждем пока сахар начнет плавиться. Вы увидите, что сахар расплавился и выступает сахарный сироп, жидкость. С этого момента можно помогать себе лопаточкой. Аккуратно перемешиваем весь сахар и его потихонечку начинаем растапливать. Все доводим до однородности. Будьте очень аккуратны, не пережгите смесь, иначе будет очень плохой запах гари. И на вкус это тоже, конечно же, отразится. Смесь очень горячая, поэтому рекомендуется использовать перчатки. Далее в растопленный сахар мы высыпаем орешки. Я использовала арахис. Вы можете использовать любой другой орех, который вам нравится. Также можно миксовать орешки. Орехи нужно очень хорошо перемешать, чтобы наш растопленный сахар полностью покрыл каждый орешек. Нельзя пренебрегать этим действием и нужно уделить ему должное внимание. Очень хорошо прогрейте смесь, чтобы все орешки были в нашем растопленном сахаре. Орешки также можно подробить. Я использовала целые. Далее покажу, как я сделал их дробленными. Самое главное, хорошо прогреть нашу смесь и наши орешки. Далее берем силиконовый коврик. Его ничем не нужно смазывать. Вот вы видите, как все хорошо прогрелось и соединилось. Высыпаем наши орешки на силиконовый коврик и равномерно распределяем. В своем случае я сверху вот этой смеси, которая уже на силиконовом коврике, я положила еще один силиконовый коврик и сверху прокатала хорошо скалкой. Орешки подробились и слой грильяжа стал тоньше. В принципе, то, что мне нужно было для украшения капкейков. Грильяж получился очень тонким, очень хрустящим и очень вкусным. Как вы видите, орешки подробились за счет того, что я прокатала скалкой. И они очень хорошо склеились, но нет жесткости грильяжа. Это очень хороший способ, как я считаю. Рекомендую приготовить данный вид грильяжа. Он отлично получился у меня и я уверена, что получится у вас. Получается очень хрустящим и отлично хранится в стеклянной баночке или герметичной коробочке. Баночку тоже можно герметично закрыть. Буду рада за подписку на мой канал и пальчики вверх! До новых встреч! Готовьте с удовольствием! Подписывайтесь на мой канал и ставьтеRoa Продолжение следует...